Сейчас мы поговорим об интерпретации, о толковании еще одного большого класса ветхозаветных книг, в виде новозаветных книг, это евангельский текст, на что мы обращаем внимание при чтении Евангелия. Первое, автор, автор Евангелия. И тут, собственно говоря, ситуация следующая. С одной стороны, у нас есть синоптические Евангелия от слова «син опто» – «вижу вместе». То есть, Евангелия, авторы которых имеют единый общий взгляд на события. И этих Евангелия три. Какие? Матфея, Марка, Луки. С другой стороны, немножко особняком стоит Евангелие от Иоанна. Значит, по крайней мере, нам нужно помнить, это чей рассказ? Это рассказ синоптических евангелистов, евангелистов-синоптиков или это рассказ Иоанна? Второе. Предполагаемая аудитория Евангелия. То есть, для кого она написана? Предполагаемая аудитория. Матфей пишет свое Евангелие прежде всего для иудейского читателя, для евреев. Отсюда некоторые черты Евангелия от Матфея. Например, в Евангелии от Матфея мы находим пространные, очень длинные проповеди Иисуса Христа. Например, в Евангелии от Матфея мы находим длинные цитаты, ссылки на пророчества, с помощью которых Матфей показывает, каким образом Ветхозаветные пророчества исполнились в служении Иисуса Христа. Аллюзии, намеки на Ветхий Завет. Не прямые ссылки, а просто такие намеки на Ветхий Завет. Также их больше всего в Евангелии от Матфея. И Иисус предстает как Царь, потому что именно Царство Божие, Царство Иисуса Христа, Царство Мессии ожидает Израиль. Значит, Иисус предстает как Царь, как Мессия. Вот это все черты, объясняющиеся тем, что Евангелие от Матфея рассчитано на иудейскую аудиторию. Контраст. Евангелие от Марка рассчитано на римскую аудиторию, на языческую аудиторию. Принцип римлян пришел, увидел, победил. Римляне говорили, пусть греки осмысливают мир, а мы будем его завоевывать. Значит, греки – философы, римляне – завоеватели. Для римского читателя важно действие. Важно не, что сказал Иисус, или уж тем более, что сказали о нем ветхозаветные пророки, которых римляне и не знали. Для римляне важно, что Христос сделал. Не случайно, первая же глава Евангелия от Марка содержит столько материала в историческом плане, сколько, или охватывает столько событий, сколько охватывают первые семь или даже восемь глав Евангелия от Матфея. Значит, Евангелие, написанное для римской аудитории, Евангелие – действие, Евангелие, в котором большое количество глаголов. Евангелие чрезвычайно динамичное, все происходит очень быстро. И, кстати говоря, нам с вами это сегодня, я думаю, может быть достаточно понятным. Вот для наших детей, тем из вас, у кого есть дети, которые привыкли к современным фильмам. А современные фильмы чрезвычайно динамичны. Там постоянно что-то происходит. Вот дайте этому ребенку посмотреть «17 мгновений весны». Или какие-то старые такие еще советского периода фильма. Не знаю, как ваши дети, а мои говорят, почему все так медленно. Они не привыкли, что все происходит столь медленно. В Америке мне довелось смотреть еще в 90-е годы на английском языке по американскому телевизионному каналу, а в английском переводе фильм «Гости из будущего». Помните «Гости из будущего»? Алиса! Да, такая, значит, милофон, да, культовый фильм детей 80-х годов. Вот. Сам фильм из пяти серий состоит. Вот американцы, которые этот фильм переводили на английский язык, наверное, столкнулись с той же самой проблемой. Почему все так длинно? И они ужали «Гости из будущего» в том английском переводе. Она состояла не из пяти, а из двух серий. Вы представляете, сколько они оттуда повыбрасывали? Когда это смотришь, такое ощущение, что в фрагментарности. Куда они все торопятся? Куда они все торопятся? Вот в Евангелиях есть и то, и другое. Неторопливая, задумчивая, постоянно отсылающая нас к пророкам Евангелия от Матфея, иудеев. И динамичная, быстрая Евангелия от Марка. Причем половину Евангелия от Марка занимает описание пути Иисуса Христа в Иерусалим. Оно все, в принципе, Евангелие пути. Христос двигается по направлению к Иерусалиму. И описание страстей Христовых, описание страстной недели, предпасхальной недели. Описание ареста судов над Иисусом Христом. Распятие Христа, воскресение Христа. Для Марка это очень важно. На этих эпизодах он действительно начинает неторопливо говорить. А все остальное очень быстро, динамично, скажем, может даже не торопливо. Евангелие для Риме. Евангелие от Луки, опять-таки, в связи с аудиторией, с адресатами Евангелия. Евангелие от Луки — это Евангелие, написанное для греков. Изначальный получатель — Феофил. Слово «феофил» в переводе с греческого языка «theos» значит что? «Filos» от «fileo» — любящий, да, любящий Бога. Или возлюбленный Богом, или любящий Бога. Вот описание для человека, который только что покаялся, только что уверовал, его необходимо утвердить в вере. Это Евангелие для греков. Это Евангелие отличается достаточно большим объемом. И Лука действительно рассказывает историю. Там есть, скажем так, баланс между Матфеем и Марком. Там есть и события, есть и проповеди. И написана эта книга как историография, греческая историография. И если в Евангелии от Матфея Иисус представляется как царь, в Евангелии от Марка Иисус представляется как слуга, в Евангелии от Луки Иисус представляется чаще всего как сын человеческий. То есть человеческая составляющая его сущности. И, наконец, Евангелие от Иоанна, которое разделено на две части. Первые главы, первые главы, это 11 глав, это знамение Иисуса Христа. И то, как он показывает свою божественность, показывает, что он Бог. А последние главы часто называются книгой славы, где говорится о том, как Бог прославил своего сына Иисуса. Вот Иисус Христос представляется как Бог. Аудиторию Евангелия от Иоанна определить сложно. Кажется, что она превосходит и иудеев, и язычников, греков. Кажется, что аудитория его весь мир. Хотя исторически церкви, в которых он имел большой авторитет, находились в районе Малой Асии. А Иисус представляется прежде всего как Бог. Это совершенно другой взгляд на Иисуса Христа. Итак, мы сказали об авторах, мы сказали об аудитории, предполагаемых читателях. Следующее, на что необходимо обращать внимание. Расположение материала. Дело в том, что древние историки, древние авторы совершенно не обязаны были писать хронологически. Они не обязаны были следовать определенной хронологии событий. Более того, очень часто материал располагался тематически. Да, конечно, одно событие происходило после другого, но это было не столь важно. Важно было, что эти события или последовательность событий помогала донести одну определенную конкретную мысль. Расположение материала. И об этом мы поговорим позже. Мы просто это увидим на практике. Следующее, на что обращаем внимание. Евангельский парадокс. Евангельский парадокс. Что это такое? Смотрите, как все перевернуто. Иисус приходит как царь, но рождается в яслях, в то время, как во дворце сидит самозванец, наделенный царским титулом. Иисуса принимают рыбаки, мытари, блудницы. А те люди, которые в принципе должны были бы сразу распознать, сразу увидеть Мессию, оказываются заняты совершенно другими вещами. У них политика, у них как бы римляне не пришли и что-нибудь страшного не сделали. Их главный лозунг, как бы чего не вышло. И на этом парадокс не оканчивается. Как и предсказывает Иисус, очень скоро все-таки вышло. Так, пришли римляне, разрушили храм, разрушили город, рассеяли народ, а Евангелие продолжает жить. Парадокс это несоответствие между тем, что мы ожидаем увидеть, и тем, что мы видим на самом деле. Те, кто не должны были понять, понимают. Те, кто должны были понять первыми, оказываются не сведущими. И реализуются, осуществляются слова о том, что первые, да будут последними, а последние первыми. Эту парадоксальность ситуации мы с вами видим постоянно. Будем видеть постоянно во всех Евангелиях. А человек исцеляется, фрисеи, в виде исцеления, должны были прославить Бога и сказать, Господи, слава Тебе. А они говорят человеку, не гоже тебе брать постель свою и ходить. Они не замечают, что человек исцелился, но они замечают, что человек в субботу берет деревянную постель. В постели было дерево, а носить дерево по субботам считалось работой, трудом. Значит, они не видят, что он исцелен, они видят, что он работает, тем самым нарушая Божий закон. Они представляют себя как люди, стремящиеся к соблюдению Божьего закона, стремящиеся к набожности, к праведности. И при этом противостоят Иисусу Христу, Сыну Божьему. Вот ни больше, ни меньше. Они призывают слепого человека, который прозрел через служение Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 9 глава. И несколько раз его спрашивают, сначала несколько раз его спрашивают, как это случилось. Он рассказывает, они не верят и снова спрашивают. Потом выясняется, что слепыми оказались именно они, потому что они упорствуют в своем неведении, в своем нежелании знать. И он уже откровенно смеется над ними, что вы, учителя закона, и не знаете того человека, который мне открыл глаза. Потому что это слепой Иисуса Христа знал лично. Они, фарисеи, учителя закона, искали лишь способ от Христа избавиться. Вот вам это евангельское противоречие, внутренний евангельский парадокс, которого очень-очень много. Вы будете видеть его постоянно. И последнее, на что обращаю внимание, я опять-таки только несколько моментов перечисляю, не все. Значение евангельских событий в свете искупления. Значение евангельских событий в свете искупления. Вот мы читаем Евангелие, и мы на самом деле понимаем, что по большому счету это благая весть. Евангелион. Благая весть о прощении и об искуплении. Значит, все, что есть в Евангелии, каким-то образом готовит нас к тому, чтобы воспринять эту благую весть. Узнать об искуплении. Принять его. Лука пишет Феофилу с тем, чтобы он получил твердое основание, а не для того, чтобы просто рассказать какие-то интересные эпизоды из жизни. Вот оценивать евангельское повествование с точки зрения искупления будет для нас очень важно, для понимания того, о чем идет речь. Субтитры создавал DimaTorzok